Три года назад по всей территории города установили больше 10 контейнеров для утилизации ртутных ламп и батареек. Через какое-то время они исчезли. И теперь вопрос о том, куда девать особо опасные отходы, снова стал актуален. Например, в 42-м комплексе контейнеры установили в ноябре 2012 года. Всего в городе поставили дюжину таких приемников возле каждого регистрационно-расчетного центра, чтобы горожане, отправляясь платить за коммунальные услуги, заодно избавлялись от опасного мусора. Позже от идеи руководство города отказалось. Было решено контейнеры убрать и поставить их в те магазины, где торгуют ртутными лампами. Только и там приемники не появились. Потому что у меня еще лампочки эти не перегорали ни разу. Ну вот перегорят, куда пойдете выбрасывать? Ну теперь не знаю. А я даже не обратила внимания, что нет. Батарейки, целлофан и мусоропровод. А куда их девать? Сюда что ли носить? Ну у нас в комплексе стоят 59-15, стоят отдельные баки. Там для пластика, для картона, для бутылок. 59-15 специальные контейнеры стоят. Ни в 59-15, ни в каком-либо другом дворе специальных контейнеров нет. Между тем бросать в мусорное ведро батарейки крайне опасно. Одна батарейка загрязняет такое количество почвы. Вот там написано, примерно 1200 батареек, то 24 тысячи квадратных метров земли будет загрязнена. А сколько воды? Вот по воде даже 360 тысяч литров воды загрязняет 1200 батареек. Очень большое количество. Поэтому не только земля загрязняется, но и вся вода питьевая. В Министерстве экологии решили провести акцию «Сдай батарейку сегодня». В здании установили специальный контейнер. Сейчас весна, цена чистка. И все отработанные батареи, отработанные лампы, накаливания, они могут очутиться на прилегающих территориях города Наброчелнов. Поэтому мы просим жителей города Наброчелнов, чтобы этот вопрос был решен однозначно. Собирать и сдать. Что батарейки, что отработанные ртутные лампы. Сейчас, по словам экологов, утилизацией ртутных ламп в Челнах занимаются только два предприятия. За один светильник берут в среднем 20 рублей в зависимости от величины. Предприниматели пытаются сэкономить и выбрасывают опасные отходы за городом. Позже нарушителям приходится платить не только за утилизацию, но и погашать штрафы за экологическое преступление.